Случай на охоте, произошедший на днях с охотником-новичком, напрямую доказывает, что и у этих людей есть чувство жалости и сострадания. Дикие лесные звери, оказывается, тоже могут попросить о сочувствии и о пощаде, а после проявить благодарность. Мужчина с друзьями-охотниками бродил по лесу. Он не увлекался охотой ранее, но друзья уговорили поучаствовать в их привычном развлечении. Через некоторое время он увидел пару оленей на склоне, а этих оленей лучше обходить стороной. Охотник долго прицеливался, но все никак не решался выстрелить в красивых животных, и тут резвая оленуха быстро спустилась к нему. Она встала буквально перед дулом ружья и с укором взглянула на охотника. Как бы говоря, ну что, так легче прицелиться? После животное посмотрело куда-то вдаль обеспокоенным взглядом. Охотник протянул руку и погладил ее по голове. Ни о какой охоте уже не могло быть и речи. Как оказалось, оленуха был матерью, и рядом с ней был ее подросший детеныш. Молодые оленята в течение первого года жизни постоянно находятся с мамой. В случае опасности мать способна на многое, в том числе сама напасть на потенциального обидчика. Но в данном случае обошлось без нападений. После охоты, закончившейся таким необычным образом, мужчина передумал убивать диких зверей. А эти оленята остались без своей мамы. Печальная картина. Это негуманное действие и раньше вызывало у него сомнения, а после произошедшего не мог даже держать ружье в руках, зная, чем все оборачиваются. Оленуха с детенышем отправились вглубь леса, иногда оглядываясь и как бы проверяя, точно ли им ничего не угрожает. Видео, которое выложил охотник, сразу завирусилось в интернет-сетях и собрало множество комментариев. А как бы вы прокомментировали ролик? Их приятнее гладить, когда они живые, правда, писали пользователи. Гуманность охоты в современном мире активно обсуждается. А вы увлекаетесь охотой или рыбалкой? Расскажите, что вас привлекает в такой активности?